Среднесуточные потери российской армии в мае-июне 2024 года выросли до максимума с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За два месяца убитыми и ранеными российская армия потеряла более 70 тысяч человек личного состава, заявили в разведке Великобритании. Это примерно десятая часть от общих потерь армии страны-агрессора с февраля 2022 года, подсчитали эксперты. С начала войны Россия потеряла битыми и ранены примерно 700 тысяч. Это практически вся армия, которая начинала войну 24 февраля 2022 года. Поэтому в данный момент это практически обновление как раз вооружённых сил России, но теми людьми, которые не обстрелены, которые не имеют высокого уровня боевой подготовки. Чтобы возместить потери без объявления всеобщей мобилизации, Москва активно вербуют на фронт иностранных студентов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников. Студентам угрожают не продлить визы, если они откажутся воевать против Украины. Кроме того, российские спецслужбы задерживают выходцев из стран Африки, которые находятся в России по рабочим визам. Их ставят перед выбором – депортация или контракт с Минобороны. Смотри, принц, сзади, если будет стена, если будет преграда или окоп твой, не стреляй, ты всех убьёшь. В Минобороны Великобритании констатируют попытки России вербовать на войну против Украины граждан африканских государств, вызванные дефицитом мобилизационного ресурса среди заключённых. Ведь именно на них в Кремле делали основную ставку. Теперь мигранты стали ещё одной целью Кремля. Российские правоохранительные органы проводят кампанию правового преследования мигрантов, в частности, из Центральной Азии, с целью побуждать их вступить в вооружённые силы России в обмен на гражданство или чтобы избежать ареста по выдуманным обвинениям. И сообщение Министерства обороны Великобритании. Власти хотят избежать роста недовольства в самой России. Информация о боевых действиях, которую транслирует внутренняя российская пропаганда, всё чаще вызывают у российского населения раздражение, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Особенно у родственников россиян, которых после тяжёлых ранений снова отправляют на фронт. После выписки из любого госпиталя, из любой больницы, ребят отправляют в Ростов, в резервную роту или в резервный батальон, боюсь шубиться, якобы для прохождения по новой ВВК. Но в ВВК там никто не проходит. Туда приезжают командиры из разных частей и набирают себе ребят больных, кривых, косых, нервных, с переломами, не зажившими, с другими там проблемами. Штурмовики. Ну какие штурмовики? Когда оружие даже нельзя. Но несмотря на все усилия московских властей, численность российских сил не соответствует задачам ведения активных наступательных действий, которые ставит перед солдатами российское командование. Об этом уже открыто пишут прокремлёвские блогеры. В Москве этого не признают, но постоянно увеличивают региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны. В одном из беднейших регионов страны – Карачаева, Черкесии – сумма единовременной выплаты тому, кто заключил контракт на службу в российской армии, составила полтора миллиона рублей. Наталья Гусова, Владимир Штенгелов для телеканала Freedom.